При всех разговорах о снижении потребления говядины, это разговоры на уровне было 14, стал 12,5. То есть, это не критическая величина по отношению к потреблению мяса говядины. Надо отметить, что помимо потребления мяса говядины, есть еще и производство мяса говядины. И вот мы уже который год, три года подряд завозим беспошлино бразильскую говядину свыше 100 тысяч тонн для того, чтобы обеспечить переработчиков. Беларуси поставляют еще порядка 150-180 тысяч тонн. То есть, почти 300 тысяч тонн каждый год мы завозим чужую говядину, потому что в нашем балансе ее не хватает. То есть, при снижении, казалось бы, потребления, при росте цены, при разговорах о том, что говядину кто-то что-то вытесняет, говядины, производимой в Российской Федерации, физически не хватает как в магазине, так и для переработчиков. И много раз мы говорили о том, что для того, чтобы восполнить недостающий объем и произвести полностью мясо говядины в России, нам не хватает почти двух миллионов голов коров. Для того, чтобы такое стадо могло бы, худо-бедно, но заместить завозимую из-за границы говядину. Дальше мы делали простую отсылку. Все мясное скотоводство Российской Федерации – это меньше полутора миллионов коров. Не общее стадо, которое все время так или иначе меняется, а именно средства производства, сейчас вспоминаю. То есть, нам надо удвоить поголовье животных для того, чтобы мы закрыли внутренний рынок. Это с точки зрения перспективы самого рынка. То есть, отрасль недофинансирована, она не решает задачи, которые перед ней стоят полностью. И страна вынуждена находиться в ситуации существенного порядка 18-22% завоза, импорта этого продукта из-за границы. Безусловно, есть мифы. Мифы, что самые большие деньги – это когда я откормил и продал мясо, на мясо скуп. С одной стороны, с точки зрения, конечно, управления процессом, это наиболее простые процессы. Я купил уже здоровое выросшее животное, мне нужно его просто аккуратно передержать на откорме, продать и заработать деньги. Вроде все верно. Но дальше начинаются нюансы технологические. Первое. На сегодняшний день крупные откормочные комплексы и хорошие мясоперерабатывающие комбинаты нуждаются в сертифицированных стандартных полутушах. А вот стандарт полутуши достигается только очень сильно однообразным рационом кормления и содержания. И если вы делаете сотни откормочных площадок по одной тысяче голов, то собрав этих животных для убоя на одном комплексе, вы получаете сотни разных стандартов, потому что каждый кормил как мог, что получилось, на что хватило денег. И в результате у переработчика вменяемого качества его готовой продукции, откуда он берет доходы, чтобы вам платить за откормленных бычков, просто нет. И цена падает, чтобы компенсировать слишком много жира, который никому не нужен, слишком много кровоподтеков, потому что не кастрируем бычков и нам продают их, соответственно, в состоянии, когда они бьются друг с другом на этих площадках и так далее, и так далее. Огромное число разных проблем. Отсюда возникает совершенно четкий ответ, который в мире давно есть. Откормочная площадка эффективна, начиная с пяти тысяч голов одномоментного содержания. Три тысячи – это некий порог рентабельности. Но в любом случае, мы говорим о том, что в течение года через это количество скотомест – 3-5 тысяч – должно пройти 15 тысяч животных. И тогда бизнес такого рода откормочника эффективен на масштабе. И вот только на масштабе здесь можно заработать серьезные деньги. Когда фермеры пытаются построить откормочник ниже этих показателей и продать 2-3-4 тысячи голов в год, то, безусловно, это не рентабельный бизнес. Это, на мой взгляд, это даже не хобби. Это какая-то пытка. Сам себя обманываешь, что можно что-то сделать. Потому что начинаются игры. Где мне купить скот для откорма подешевле? И где мне взять корма попроще? То есть, начинаются попытки за чей-то счет повысить свою маржинальность. Но когда вы ищете низкого качества дешевый скот, вы заранее, возможно, берете больных животных, которые не могут дать нормального привеса. Когда вы ищете корма попроще, вы не можете дать нормального протеина и, соответственно, дать возможность энергии для роста этим животным. И поэтому получается вечный бег по кругу. Я пытаюсь на маленьком масштабе заработать денег путем использования очень низкого качества как самих животных, так и кормов для получения этого продукта. Ну, причем здесь серьезные отраслевые проекты. На мой взгляд, это такая странная игра. Сама конструкция человеческих, юридических, организационных мероприятий между крупными переработчиками и мелкосредними откормочниками настолько тяжеловесна, что она не жизнеспособна. И в этом смысле возникает второе разделение, о котором надо сказать. Возникает крафтовая говядина локального производства. И здесь надо сказать, что такие маленькие откормочные площадки на 200, 500, 1000 уголов имеют право быть только в одном случае. Если у них есть очень тесное партнерское отношение с теми, кто выращивает маточное поголовье. То есть, они вместе зарабатывают деньги через этот откорм. Они пытаются друг на друге нажиться. У них есть источник кормов. Возможно, они вообще занимаются этим скотоводством как побочным продуктом возле растеневодства. И тогда весь цикл от маточного поголовья, передержки молодняка и от корма – это избавление от некачественной растеневодческой продукции. Перевод ее в мясо. Вот то, о чем мы говорили, собственно, с производителями зерна. И небольшие бойни 50-70 голов в смену, которые высококачественно производят продукцию местного локального бренда для понятного рынка на своей территории. И вот это как раз и работает. Но тогда степень, скажем, консолидации обобщенного интереса должен быть выше, чем при контрактных отношениях с крупным предприятием. Есть три разных направления в отрасли. Первое и главное направление в отрасли – это я содержу маточное поголовье и продаю молодняк, который осенью отбиваю от коров после пастбища в качестве сырья для откормочных площадок. Меня не интересуют в этом смысле инвестиции и заботы про все остальное. Я производитель дефицитного сырья живых животных. И здесь мы, в том числе на конференции на вашей, говорили о максимально возможном пути использования выбракованного молочного поголовья. Когда мы получаем возможность дать этим животным низкопродуктивным, с небольшими дефектами, например, у них часть вымени побита маститом. Тем не менее, воспитывать, приносить нам телят и переходить на круглогодичную уличную технологию мясного скотоводства. Давай нам кросс очень даже качественных животных под откорм. Вот это сегодня самое, что называется, больное место в отрасли и самый востребованный продукт. Самым простым с точки зрения управляемости бизнес-процессом. Твоя задача дать этому стаду просто жить в естественных условиях под твоим присмотром. Весной они отелились. Поздним летом они у тебя поработали с быком. Осенью ты отбил всех непродуктивных животных о молоднях, перезимовал со стельными коровами, каждый год у тебя цикл повторяется. Это реальный фермерский бизнес, позволяющий человеку спокойно, системно, ежегодно жреть с небольшим поголовьем и получать свой доход. Мы по запросам нескольких банков и инвесторов считали модели, получается следующим образом. Все, что до 120 коров маточного поголовья, это хорошо приносящий доход хобби. То есть заработать только на этих животных до 100-120 коровах очень тяжело. Не хватит оборотных средств, не хватит выручки, и ты все время будешь испытывать определенный недостаток ресурсов. Поэтому если у тебя есть еще какой-то доход или еще какое-то дело в той же деревне, то есть ты не только мясным скотаостом занимаешься, тогда это очень хорошая добавка. И во всем мире 50-70 голов – это такая точка. Стоимость примерно на такую ферму 25 миллионов рублей со скотом, с техникой, с оборудованием, с ограждением. Если у нас есть молочная ферма, которая производит молоко… Говорю про вторую, давайте про вторую, потому что это ответ. А вот 150-200 голов маточного поголовья – это уже 45-50 миллионов под ключ вся ферма. Это уже такой бизнес, который позволяет достаточно уверенно себя чувствовать. Уже как бы зарабатывать вполне приличные деньги. И третья модель – 300 голов и выше – это когда я могу вообще ни от кого не зависеть, иметь уже свою кормозаготовку полного цикла. Мне хватит выручки от этих животных, чтобы платить наемным сотрудникам за технику, серьезную кормозаготовить. Потому что первые две модели нуждаются в партнерстве. Где-то брать корма. И поэтому вот три цифры – 20-25 миллионов, 30-35 миллионов – это уже как бы совсем такое хорошее дело. И 50-55 миллионов, при которых там уже начинается какое-то движение в сторону доходности. Вот это примерные цифры. Конечно, опережая ваше, так сказать, то, что я перебил, это при покупке, ну не то что племенных, но чистопородных дорогих животных. И вот поэтому мы многим нашим партнерам и говорили, в том числе на вашей конференции предыдущей, что если вы замените, не боясь, этих животных отбракованным молочным стадом, ценник падает двое. Потому что 80% стоимости фермы – это животные и оборудование для ограждения. И поэтому, если у вас есть старые какие-то фермы, которые уже имеют частично ограждение, если вы приобретаете отбракованных животных по цене мяса, то стоимость инвестиций резко падает. И есть второй путь, который мы сейчас обсуждаем и всем говорим. Многие молочные комплексы имеют небольшие откормочные площадки. Так вот, если вы договоритесь, что вы возьмете у них в аренду этих животных отбракованных, которые не подходят для производственного процесса, то вы можете расплатиться бычками для этой откормочной площадки. То есть, получается, Барта, я не могу купить себе корову, но я беру на себя ответственность за то, что я ее взял. Мы страхуем риски ее гибели. Мы страхуем, это не большие деньги. Это еще есть государственная поддержка. Мы страхуем ситуацию ее, что она выживет, даст теленка. И эта корова приносит мне теленка. Я расплачиваю теленку, потому что стоимость коровы на мясо и хорошего поместного теленка на откорм, ну, не то чтобы равны, но близки по своему значению. И для такого комплекса выгодно создать партнера, который ориентирован на поставку ему, откормочному комплексу, этих животных на длинный период, на сколько-то лет. Он не отвлекает деньги на зарплату, не занимается социальными вопросами, трудоустройством этих людей. Это его подрядчик, который ему благодарен контрактом и занимается вместе с ним общим делом. Поэтому, конечно, то, что я говорил изначально, это чистое мясное скотоводство, которое мы обязаны считать. Но мы сегодня считаем, что мясное скотоводство в России должно возрождаться через поместное скрещивание. Вообще, Николай Игоревич Бобин в 2011-2012 годах много раз на разных совещаниях Минсекоза наступал именно с этой идеей. Он и говорил, нам нужны кроссы, поскольку мы производим не столько хорику, сколько мы производим достаточно качественную постную говядину. И вот для кусковой говядины, которая сегодня является доминирующей в Российской Федерации по потреблению, конечно, кроссы сегодня предпочтительны. И когда вы хотите что-то производить, сначала убедитесь, что у вас есть тот, кто это купит. И будет согласен за это платить те деньги, на которые вы рассчитываете. Продолжение следует... Продолжение следует...